модель предоставлена магазином я моделист ссылка в описании всем привет друзья моделисты а также те кто пересмотрел уже в ютюбе все и от нечего делать забрел и на мой канал с вами схема сборки мы продолжаем строить вольф в r1 предоставленным магазином я моделист потрясающе детализированный набор интересный и увлекательный прошлая серия была довольно сумбурной у меня получилось покраска аэрографом ну как получилось краску я положил она уже заматирована готова под лак тут фигня такая что пока ты не сделаешь все лакокрасочное покрытие включая декали и полировку нет смысла начинать отделку как пить с какой проблемой столкнулся здесь внутреннее ребро блин сначала я сделал небольшой напуск на внутреннее ребро как пита и у меня получилось все кривенько пришлось переделывать я положил скотч ровно но сама толщина скотча на короче скотч имеет толщину и поэтому кота идеального внутреннего ребра у меня не получилось не знаю может быть здесь поможет как-то заливка лака может быть кисточкой пройдусь чуть подправлю в каких-то особо критичных местах вам скорее всего этого будет не видно но если сейчас на макросъемке сфотографирую как пить то такой неровный ломаный край разделяющий темно-синий цвет и металлик будет прекрасно видно кстати один из подписчиков канала схемы сборки поведал нам зачем вот этот лючок на днище я честно говоря впервые с таким сталкиваюсь но сейчас наверняка там умников в комментариях найдется да ты что да разве ты не знал это же короче судя по всему сюда вставляется батарейка для чего каких-то отверстий для привода да вот она наверное да это отверстие в общем наверное можно поставить на эту модель электродвигатель батарейку и она будет ездить не знаю правда это или нет но вот такой вот фактум появился в нашей биографии ладно в общем то все это отложим еще не раз вернемся и кокпиту и к обтекателю сегодня хочу поговорить вот в этом летничке двигатель dfv честно говоря меня сильно стремала браться за него потому что движки 90-х и уж тем более всякие там двухтысячные собирали многие за ретро модели берутся уже более опытные моделисты и практически все они сталкиваются с dfv поэтому критика в мой адрес наверняка будет ведь я буду делать это впервые и тут уж сразу мне попался настолько детализированный набор в общем сами понимаете очкую малеха лажануться но глаза боятся руки делают поэтому не сдаваться же в общем сегодня я открываю наконец-таки первый пункт схемы сборки и начинаю работать над этим двигателем каким он получится я еще не знаю даже представить не могу надеюсь что получится хорошим первое что нам предлагает инструкция отстегнуть 5 деталь под номером 5 и затем детальки 24 и 25 я буду показывать подробненько вряд ли мы за одну серию соберем этот движок ну там вряд ли мы точно не соберем одну серию сегодня собрать хотя бы основной блок и расшитываю на этом так пенечки честно говоря после эбро возвращаться к томи не очень-то легко потому что тут никаких соединений просто так приложим и сиди склеишь молодец и склеишь твои проблемы так короче так это соединяется судя по всему и вот так приклеивается никак это не держится ну что может быть сразу заклеим ладно давайте чё у меня уже есть опыт разборки проклеенного двигателя когда я забыл вставить балку задней подвески клей лью активно в надежде хоть как-то потом зачистить швы чтобы было как можно меньше ох ох вроде все правильно главное ничего не перепутать блин у меня все прищепочки я тут у жены стырил несколько прищепок надеюсь она не заметит ну и чё плохая прищепка пойти еще что ли стырить пойду наверно то держать замучаюсь только тихо никому не говорить увидите какие прищепки тирану кстати если вам заметно когда очень сильный вот так прижимая именно прищепками то детали плотно прилегают друг другу и из ваших входит пластик что нам нужно ибо потом я его зачищу наждачкой эти швы по идее просто пропадут хитрость однако ладно хай сохнет дальше нам нужно снять имитацию блока цилиндрах такс что нам тут еще снять хочется все поснимать сегодня решил поснимать как я снимаю детали блин час ночи спать а фото приспичило мне поснимать я сначала соберу весь двигатель прогрунтую его и затем прокрашу а уже после того как я нанесу этот общий цвет начну потихонечку кисточкой выводить мелкие детали нужные цвета для них что тут рассохло у нас нет в дуде бы да мы сразу можем прикрепить вот эту деталь здесь небольшой пазик имеется для этого дела сейчас посмотрим как она все стыкуется ну как как ты никак ну стыкуется же давайте сразу лепить снова нещадно лью клей эх вот на этот двигатель я к сожалению не успел заказать очень хотелось на нем попробовать смывку он же у нас такой true его бы хорошо было выкрасить в алюминиевый цвет и потом смывочкой швы добавить объема везде и кажется классненько бы смотрелось на твой мухожопинки где живу приходится ждать по две-три недели когда к тебе придет заказ не хочу я ждать попробуем на другой модели смывку в прошлом году вообще без смывки все собирали нормально такс после того как я дал просохнуть всему этому чуть не разбил я сразу тут почищу будем считать что почистил все это для того чтобы ставить вот эту деталь и опять же надо наугад ставить ровно никаких пазов никаких намеков ладно у меня наверно нет другого выхода кроме как взять и собрать этот двигатель затем скрепить его резинкой и все ну выхода я не вижу да мы так и сделаем то что пазы есть на верхней части сейчас чуть-чуть прихвачу теперь наши боковые стеночки очень конечно схеме круто показано как они должны стоять просто пипец то ли так то ли всяк знаю давайте мерить судя по всему как-то так все это должно как-то состыковаться но мне очень хочет я и не буду очень просить сейчас налью клей туда и все если говорить о пазах тоже вот сюда надо все это загонять видите щель остается если с внешней стороны смотреть то наоборот выдвигать со второй стороны все совпадает достаточно клево привык я винить модели наверное все таки сам виноват что-то тут не до конца сделал хотя нужны на модель посетовать чтоб нет кто мне запретит то не запретить сейчас я придумал как я сделаю видите дырочки чтобы они легли правильно вот так посмотрел в схеме вот так так и чё за хрень началась а вообще кривой что ли а вот все это я кривой извиняюсь не должно шуму все так торчать должно быть суток прям ровно она все жутко криво так как видите я собрал и вот чё я хотел сделать я беру резиночку прям сильно его жена бачу и по-другому с ним никак ух какой он массивный так а теперь вот что я хотел сделать я сниму с ледника крышки просто по ним сейчас выровняю всю эту тему таким образом так одна сядет надеюсь вот так вторая вот и уже в таком виде пусть все это шляпа засыпает ибо чё-то мне не нравится как она себя ведет ты мне предмет вроде все круто а вроде нет ну вот надеюсь надеюсь что как-то так я не приклеиваю пока что вот эти крышки потому что они будут черными весь остальной двигатель у нас будет иного цвета ну и нам надо приклеить еще вот эти все детальки ну что дорогие мои я только помонтировал посмотрел серия получается довольно короткая но решил я все-таки этот двигатель уже чуть-чуть до собирать я его прокрасил малеха все элементы которые требуют покраски внимательно смотрел по инструкции по фотографиям до смывочки на нем не хватает но к смывке уже перейдем на других моделях я думаю москва не сразу строилась будем добиваться всего потихонечку значит что что у нас есть для полного счастья сам блок двигателя вот этот вот механизм я так понимаю это что-то типа трамблера или чё-то ну не знаю не разбираюсь в технике он клеится сюда собрал я из трех деталей воздухозаборники цилиндров они у нас крепятся примерно вот так красятся в три разных цвета я сейчас наверно буду даже дальше подкрашивать вот не сказать что прям причем вот это все надо состыковать как-то в таком виде но как бы не было зимы в городах и селах пока не чего не клеим потому что у нас есть детализация в этом двигателе есть проводка вот этот кусок проволоки честно скажу скептически отношусь вот вся его длина если вы видите блин за такие деньги на ebay предлагают этот топ но по сути это обычный кусок провода из наушников там еще из какой-то электроники просто нужного диаметра цена его сами понимаете ну копеек 10 может нам предлагают это за гораздо больше деньги покупать всякие именитые фирмы выпускающие доктор я считаю это бредово значит как нам быть я долго пытался сообразить есть специальная деталь в нее будем вставлять нашу проводочку схема нам предлагает отмерить тоже и специально измерительная шкала по которой нам предлагают отмерить 4 кусочка по 9 90 миллиметров я привык не очень доверять поэтому я измерю сколько тут 90 до весь этот кусок 90 миллиметров все правильно у кого-то сложности с математика это 9 сантиметров давайте не будем мы тянуть кота за хвост 90 миллиметров раз кусочек да я уже чувствую что у нас останется и нам пригодится эта проводочка есть такое какая идейка которую все-таки при детализации этого кита не учли вот теперь давайте прикидывать значит нам предлагают протянуть все эти четыре кусочка вот таким вот образом специальные отверстия для них крас д вас трис и 400 вот такая елка у нас получилось можем сделать из нее проводку на двигатель можем приклеить сделать красивое дерево где-нибудь на обочине тут уж вам решать вся эта шляпа у нас приклеивается к этому блоку я вот тут судя по всему затупил потому что теперь этот блок сюда не входит нет дико напрягает бардак на стали ну я просто ничего с этим не могу поделать то блин краска нужно то слушайте ну прям нормам стал чиплом давайте мы проклеим и перейдем пока другим вещам значит пока оставим это дело пусть просохнет немножко все эти проводки мы будем гонять в отверстие от этих крышек я тут очередной раз пытался качество нанести надписи ford из 4 у меня получилось 1 не знаю ребят не знаю как сделать качественно уже которая модель опобедить вот эту проблему я не могу возможно все решается с помощью лупы и какой-то сверхтонкой зубочистки никто мне кстати за весь год так и не сказал как правильно наносить так что совесть моя чиста господа профессионалы значит здесь одна деталь красится в гамметал вторая в сильвер и третья флэт сильвер ну короче матовый цвет но вот эти сами я буду давать их условно называть цилиндры они должны блестеть поэтому я хочу их покрасить в x11 да это все части будет скрыта сеточками но тем не менее значит я еще не докрасил по моему да с одной стороны их совсем не докрасил знаете мяч такое подозрение что они целиком должны быть только сама вот эта планка должна быть матовой эти вещи все должны блестеть давайте я так и сделаю правда различия между цветами xf 16 и x11 ну как сказать менее минимальная практически никакого так что ребят чудо не ждите что сейчас будут у нас хромированные цилиндры матовая пластиночка но в целом двигателек должен получиться неплохой здесь кстати пока крашу сразу покажу вот эти вот ответвление скорее всего эта проводка идет там либо на свечи либо на воспламенение горячей жидкости но по моему одно и то же до свечи короче нам более важно другое что от этих штуковин идут проводки штуковинки эти очень нежная уже одну сломал и заклеивал просто когда пытался снять с литника поэтому поэтому не знаю стоит ли надевать проводки на фотографиях в интернете и все это по сути 12 масштаб дети проводки одеть реально они там наверно такую же толщину имеет как вот эти давайте сразу цилиндрики попробуем я наверно прям туда вниз налью тут еще вставляются бывают какие-то стаканчики но я не представляю какого размера должны быть эти стаканчики нужно было бы пошутить и про лилипутов по поводу этих стаканчиков но даже для них я думаю это будет всего лишь баночка для анализа стакан прокрасил я тут маленько теперь будем разбираться с этими крышечками значит все конечно элементарно но не так уж и просто мы вставляем все в отверстие в общем в чем проблема провода надо как-то закрепить под этой крышкой варианты какие использовать клей для этого я просто действительно этим занимаюсь впервые поэтому так вот малюха подтупливаю ну давайте попробуем действительно их там загинать по моему это не очень помогает упала тогда все это а их можно знаете что сделать между собой связать все круто я догадался да только я в этом нифига не мастер не знаю вообще зачем я вам это показываю мне кажется видеоблог смотрелся бы круче себя просто хоп и показал смотрите какие крутые провода вау проводка а вам слабо нет же указываю все как есть видео из разряда принцессы тоже как так вот теперь у нас эта шляпка держится давайте померяем приклеивается у нас сначала блок потом крышечка чем мы получаем что эти провода все дико торчат сюда делаем вывод что их надо туда еще загонять и загонять загонять грубо говоря много более ладно все кого-то опыт есть подобная работа с проводкой вы там напишите в комментариях может есть какие-то способы интересные ее монтирование это пока не пытаюсь придумать интересный способ а просто придумал придумываю способ вообще это сделать так все уходит туда ложится и что мы получаем получаем и потому что нам надо вот сюда же загинать эти проводочки возможно только 1 2 нас легли хорошо 3 4 надо немножко припускать а еще один момент явно она не рассказал короче вот эта вся проводка она когда находится в матке скрепляется каким-то скотчем дурацким когда ты его убираешь что через каждый там несколько сантиметров белый след от клейкой ленты остается я конечно понимаю что это можно убрать растворителем там еще чем-то ну блин ребят некошерно как-то надо было немножко не знаю мне это не понравилось сейчас я тогда что сделаю я одену вторую и проклеив всю эту деталь посмотрим что получилось меня на это уйдет много времени буду пытаться сделать это более-менее нормально и потом уже декалька нам пригодится ладно до встречи ну вот ребят я немного поработал за кадром получилась проводочка довольно неплохо мне по крайней мере нравится прокрасил и приклеил цилиндры нанес необходимые мелкие цвета типа красного декальку вот одну приклеил прокрасил все что надо было прокрасить по бокам но пока резинка была у меня стерлись надписи ford на крышках пришлось мне их двадцатом все это стирать я наконец-таки приобрел всего такого банку хватит надолго учитывая что подходит этот растворитель только для таких вот баночек а ими красить модель я не буду потому что лак 2к на них не ложится вот и буду я всю эту толпу использовать исключительно на двигатель и коробки и так далее на этом давайте на сегодня заканчивать здесь еще много работы с этим двигателем надо подумать как сделать проводочку на вот эти наконечники много здесь торчит этих наконечников с разных сторон нужны будут провода шланги посмотрим смогу ли я все это сделать сеточки пока не одеваю я все это покрою полуматовым лаком чтобы у нас то что я уже прокрасил никуда не слазила и никуда не девалась выглядеть он будет после этого практически также но только более основательно будет держаться прокрашенной кисточкой цвет на этом пожалуй все вот такая вот серия у нас получилось довольно длинная но мы хватили довольно большой объем работы по хронологии у меня это заняло три дня где-то но я не сижу целый день над моделью и здесь очень много приходилось ждать чуть-чуть прокрасил ждешь пока высохнет чем дольше ждешь сами понимаете тем лучше давайте на этом на сегодня заканчивать ставьте лайки под видео подписывайтесь на канал готов еще раз выразить респект магазину я моделист за такой вот кит что предоставили именно такую детализацию а не какое-то там фуфло покупайте классные киты и получите от них счастья все до встречи это была схема сборки пока а а и и и и Продолжение следует...